Биодеградация Биодеградация. Как штазия ломала психику гражданам ГДР? Четыре десятилетия доминирования спецслужб почти во всех сферах жизни ГДР внезапно закончилось, когда 31 марта 1990 года была распущена организация, которая вела едва ли не самую всепроникающую слежку в истории человечества. Министерство государственной безопасности ГДР, больше известное как штази. Это короткое слово вселяло страх в души жителей ГДР. Так называлась служба госбезопасности, в чью задачу входило сохранение правящего социалистического режима у власти. Используя сеть шпионов и информаторов, штазия организовала слежку беспрецедентных масштабов за жителями Восточной Германии. Какие методы она применяла, как она расправлялась с носителями либеральных идей, какие использовались методы психологического воздействия, доводившие врагов государства до сумасшествия. Штази терроризировала и шпионила за населением собственной страны. На протяжении 40 лет, используя различные методы слежки и заставляя людей шпионить за своими соседями и членами их семей, штази умели сбивать с толку. Они считали, что ослабить противника можно, дезориентировав его, чтобы он не понимал, где находится и что делает. Контроль над гражданами ГДР был самым жестким в коммунистических странах Восточной Европы. Он был практически тотальным. Это была, пожалуй, самая грозная и всепроникающая тайная полиция во всей мировой истории. Берлин Самая зловещая разведывательная структура эпохи Холодной войны, штази со штаб-квартиры в Восточном Берлине была основана в 1950 году. Чтобы убедиться, что жители ГДР лояльны к коммунистической власти, штази наладила за ними слежку. С любым заподозренным в оппозиции режима поступали очень сурово. Но слежкой занимались не только агенты. Основу структуры составляла широкая сеть информаторов обычных граждан, которые из чувства патриотизма или, скорее, страха, доносили в тайную полицию на своих друзей, коллег и членов семей. Штази – это сокращение от немецких слов «государственная безопасность». Но, по сути, это была тайная полиция. Такая же была у всех диктаторов. Ее боялись, ее ненавидели, и она была самой мощной в Восточной Европе. Жизнь в ГДР эпохи Холодной войны была тяжелой. В обществе царили страх и паранойя. Причина – штази. Все знали, что даже на семейном ужине кто-то, возможно, слушал или даже записывал все, о чем говорилось за столом. В поездах, в парках, всюду были шпионы, готовые донести на любого. Каждый знал, что за ним следят. И нужно просто не выделяться. Вот какая была атмосфера. В первые годы существования штази сажало политических оппонентов. В шести тюрьмах сидели десятки тысяч заключенных. Организация разрасталась и росло ее влияние. Со строительством Берлинской стены в 1961 году граждане ГДР фактически стали заложниками в своей стране. В Восточном Берлине штази установила режим репрессии. Помнящие нацизм говорили, что таких репрессий не было даже при гестапо. Это было противостояние коммунистического Востока и капиталистического Запада. Особенно ярко оно проявлялось в Берлине, где можно было видеть процветающий капиталистический город-государство, рядом с которым соседствовала серая угрюмая страна с огромным репрессивным аппаратом. Необходимость в жестком угнетении собственных граждан возникла из-за того, что власть ощущала нестабильность существующего положения. В тоталитарном государстве есть только одна партия. Послевоенная ситуация была шаткой. В Восточном Берлине свой железный порядок установила коммунистическая партия, за которой стоял Советский Союз. Возглавлял штази с 1957 года Эрих Мильке. За населением была организована тотальная слежка. Штази не столько уважали, сколько боялись. Вас могли объявить диссидентом и упеть в тюрьму только за то, что вы рассказали приятелю за кружкой пива. Каждый шаг отслеживался, и никому нельзя было верить. Ни начальнику, ни отцу, ни любовнице. Штази была повсюду. Куда бы ты ни пошел, везде были камеры. В гостиницах были установлены жучки и камеры скрытого наблюдения. Если кого-то нужно было скомпрометировать, к нему в гостиничный номер отправляли проститутку и весь процесс фиксировали на пленку. Даже сейчас в стенах гостиниц можно почувствовать, как за вами, возможно, следит Штази. Камеры могли быть вмонтированы даже в трость старика, проходящего мимо. Те экспонаты, которые выставлены в музее Штази, показывают тот уровень паранойи, который современному человеку просто непонятно. Что же случалось с людьми, бросившими вызов режиму? Штази обходилась жестко с изменниками Родины не только в стенах своих тюрем. Пытаясь не дать диссидентам поднять голову, в 1976 году Штази запускает совершенно секретную программу ЦРЗЦУНГ, чье название переводят как «разложение» или «биодеградация». Она предполагала разрушение негласными методами карьеры, частной жизни, самой личности политических активистов в попытке не дать им возможности, сил и времени противостоять режиму. В этом властям помогала армия тайных агентов и осведомителей, число которых к 1975 году достигло 200 тысяч, то есть 1% от населения страны. Цитата из инструкции Министерства госбезопасности ГДР за номером 1-76. Утвержденными методами биодеградации являются систематическая дискредитация репутации, характера и престижа человека путем распространения правдивых, проверяемых и неверных, но правдоподобных порочащих заявлений. Систематическая организация провалов в работе и социальной жизни для уничтожения уверенности субъектов в себе. Сфокусированное уничтожение убеждений, связанных с определенными идеалами и примерами для подражания, создание сомнений в праведности своей точки зрения. Создание в группах и организациях атмосферы недоверия, взаимной подозрительности и соперничества с помощью использования слабости некоторых из их членов. Таким образом, врагов государства буквально сводили с ума. По данным наблюдений, сообщением стукачей и опросом ближайшего окружения составлялся психологический профиль субъекта биодеградации с акцентом на его слабости, по которым наносился научно обоснованный и четко просчитанный удар. Случалось, ты приходил домой и не было никаких следов взлома, но ты отчетливо понимал, что в квартире кто-то побывал. Оставался какой-то знак, или кофе оказывалось не того сорта, или будильник показывал неправильное время. Со временем таких вещей становилось все больше, и педантичные немцы начинали сходить с ума. Однажды человек обнаруживал в своем аквариуме двух рыбок вместо одной. Неудивительно, что немцы часто страдали от своей аккуратности и педантичности. К примеру, во многих доказанных случаях, агенты штази проникали в квартиры, чтобы перевесить картины, сместить мебель, перепутать сорта чая и специи в банках. От такого легко можно тронуться умом. Так службы ломали людей, сводя их с ума, убеждая, что им незачем больше жить. Штази хорошо освоила искусство манипулирования человеческими чувствами. В деле одной женщины-врача из города Шверин перевешивание полотенец в ванной и перестановка вазонов на подоконнике сочетались с разрушением карьеры. Главный врач, негласный сотрудник штази, постоянно и в присутствии коллег опровергал поставленные, ею диагнозы, а настроенные соответствующим образом больные отказывались от ее лечения. Через несколько месяцев жертва преследования уволилась с работы, переехала в другой город и перестала выходить из квартиры. До разоблачения системы биодеградации она не дожила несколько месяцев, покончив с собой вскоре после падения Берлинской стены. Манипуляции с предметами в квартире, бесконечные телефонные звонки, незаказанные доставки, в документах упоминаются, например, вибраторы, разрушали психику. Отравление еды и намеренное неправильное лечение разрушали здоровье. Анонимки, слухи и фотомонтажи – репутацию. Известно дело католического священника, которого агент заснял на одном из популярных в ГДР нудистских пляжей. Позже фото было смонтировано со снимком известной в городе проститутки и вывешено на воротах церкви. По современным оценкам, жертвам биодеградации стали до 10 тысяч человек. В психике не менее половины из них был нанесен необратимый вред. Это доказывает исключительную эффективность методики и объясняет, почему схожие методы применяются спецслужбами по всему миру. Психологическое давление штази разделило жителей Восточного Берлина на тех, кто хотел сбежать на Запад и на остальных. Пересечение пункта Чарли, разделяющего Восточный и Западный Берлин, было смертельно опасным. Теперь закусочные быстрого питания необратимо изменили вид этого места трагедии и скорби. Сейчас уже трудно представить, что люди погибали в попытках перебраться через стену. Под нее совершали подкоп, через нее пытались перепрыгнуть. Ее таранили танками и автомобилями. В ход шли любые способы, чтобы оказаться по ту сторону стены. Так что, может, и лучше, что нам сейчас невозможно себе это представить. Такое не должно повториться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»